категорическая несовместимость у вас категорическая несовместимость сейчас немножко поработаем над собой будет совместимость уже а а почему меня спрашиваете об этом а но если вы спрашиваете меня об этом значит у вас с кем-то есть такая такое чувство человек не может спрашивать когда нет темы ну что вопрос у вас какой эмоциональный означает переживаете вывод а друге переживаете леку а у нее с вами несовместимость у вас не совместимости они с вами совместим так несовместимость бывает но если по астрологии несовместимость полная несовместимость люди не будут любить друг друга просто все но не будет притяжение совсем никак не будет возможности быть вместе не будет симпатии мы же сердцем все чувствуем они гороскопом а ну все тогда чего вы переживать я знаю одного астролога он очень сильно искал себе абсолютную совместимость нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости все планеты совпадают все супер делать предложение две недели пожили переругались разошлись другой пример один мужчина полюбил девушку в индии это был классический такой пример и так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой он сначала сходил к своему астрологу увидел что несовместимость сильно по гороскопу он взял поменял себе дату рождения поменял паспорт все это сделал меня паспорт дату рождения и сделал хорошую совместимость потом прожили они где-то 20 лет вместе сначала было трудно они все это пережили но и как бы у них счастливая семья уже победили судьбу и она ему говорит вот если бы у нас была несовместимость тогда бы нам и наверное расстались с тобой а так мы с тобой вместе и он показал ей свою дату рождения настоящий после это сказал у нас вот именно такая как раз несовместимость как ты говоришь но мы живем вместе а конечно почему они не останутся чего гороскоп сильнее отношений что а думала мужчина что за чертовщина пошла я за водой вызвался черт мыть за мной думала мужчина что за чертовщина вы очень поверхностно воспринимаете отношения между это важно да да про не истинные чувства а сердечное чувство не выезд про истинным и чувствуем сейчас понимает секс а я говорю про просто чувство сердечное благородство нет вы не выразились неправильно вы так чувствуете да вам надо поменять это чувство вот смотрите когда люди встречаются они смотреть должны на благородство человека на его духовное развитие на его правильность мотивов в отношениях и многие многие эти вещи указывают на совместимость гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае вот когда у нас мы на дискотеке встретились вот тогда может быть и несовместимость потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп а половая совместимость она не на первом месте стоит в этих вопросах понимать она тоже имеет значение но не такое большое это безысходность да такая безысходность это относится разные могут быть варианты разные это может быть на уровне нижнего центра когда люди совсем уже не могу чуть один это нижний центр может быть на уровне и дальше выше центра и так далее разные варианты могут быть такие такого брак грите браке в котором нет чувств изначально нормально нормально чем старше люди тем меньше чувств тело стареет же чувства отсыхают уже потихоньку как на их невозможно настроить понимаете вот когда люди детей настраивают тогда дети и уходят от отношений детей можно только вдохновить если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами они вдохновляются вами и настраиваются правильно а если вы их пытаетесь обмануть ну то есть на что-то настроить на чего сами вы не настроены они этот обман сердцем чувствуют человек воспитывается не словами есть такой психолог кандыба тоже американский с крыльцкой фамилии он провел такой интересный эксперимент он использовал куклы и телевидение для того чтобы провести такой глобальный эксперимент в америке там работа была с многими детьми проведена в свое время и дети они реагировали не на слова которые кукла говорит а на ее поведение понимаете то есть это указывает на то что дети не реагируют на слова они факты воспринимают больше чем то о чем родители им говорят у них другой тип разума у них не логическое восприятие а интуитивное работает они чувствуют больше то как есть на самом деле чем а то о чем говорится и так идейные люди это второй вариант второй тип у которых тоже не бывает нормальных семей когда человек становится идейным чуть семьи чаще всего рушатся вот смотрите были безразличные люди жили друг с другом не тужили человек послушал лекции бросил есть мясо там пить и думаю что с этим скотом буду жить вообще и начинает пилить его близкого человека тот уже не знает что делать как бежать и семья развали развалиться может не то что обязательно развалится он может развалиться причина заключается в том что это не любовь быть идейным человеком это не любовь идейные люди идею ставят выше человека они просто хотят себе счастливую жизнь создать понимаете искусственным образом с помощью вот вытряхивание недостатков из близкого человека они же не вытряхнуться из него достатки вытряхиваются когда человек осознает что ему это надо меняться это через любовь идет как близкий человек вот некоторые люди они агностики по природе они говорят близкий человек никогда не поменяется когда человек так говорит я у нас женщина насчет спиртного а вы не считаете тогда в чем проблема вот это страх означает отсутствие любви ну что когда человек любит у него есть сила влиять эти отсутствие любви страх или желание нажимать добить на человека тоже природа страха имеет почему мы давим на человека злимся на него ругаем его причина отсутствие возможности влиять на него влияние основной происходит следующим образом мы молимся создаем вот отношения со святостью эти отношения дают могущество сердца сердце когда становится могущественным она может улыбаться близкому человеку может добрые слова говорить может с ним общаться совсем на другой волне это называется влияние на близкого человека когда такое влияние есть то тогда близкий человек начинает меняться смотрите как это происходит вот если вы влияете на близкого человека то какой вы человек такой таким он тоже становится автоматически просто потому что из из близких отношений близкие отношения та самая большая сила меняющая жизнь человек если вы со святым человеком устанавливать и близкие отношения каким вы становитесь человеком святым вы Вы становитесь святым человеком, это реальность, это метод, основной метод вообще любой традиции духовной, как человек меняет свою жизнь, на что антенка настроилась, туда и пошла, если человек поселился в публичном доме, что с ним произойдет, то и произойдет, понимаете, на что настроился, таким и стал. Поэтому близкое доверительное отношение это страшная сила, она разрушает всю судьбу человека или наоборот возрождает, поэтому надо близкие отношения устанавливаться святым человеком именно, а потом правильные отношения начнут устанавливаться со всеми вокруг. Первое, сначала они устанавливаются с друзьями, появляются другие друзья, с которыми вот другие отношения возникают, это самое первое изменение в жизни человека. Как только друзья появились, сразу режим дня, легче, все легче соблюдать, потому что появляется сила, когда вместе это люди делают. Потом следующий этап, у него меняются привычки, друзья сначала меняются, потом отваливаются ненужные привычки постепенно. Следующий этап, если человек совсем развился, меняется окружение уже все, а потом меняется работа после этого. А только потом меняются отношения в личной жизни уже кардинально. Видите, сколько этапов развития идет, прежде чем вы достигаете того, чего вы хотите сейчас сразу. Нужно начать просто, все это постепенно приходит, и на каждом этапе все больше и больше счастья у человека в жизни. И так, безразличные люди, неверующие, идейные это первая стадия веры, и дальше какие люди? Человечные. Это третий этап, человечный человек. Человечный, который чувствует боль другого, не свою. Безразличные люди чувствуют только свою боль, поэтому они безразличные, чтобы на себя времени не хватает и сил. Идейные люди, они ненавидят боль близкого человека, вернее, они на нее реагируют, они ее хотят поменять. То есть они хотят поменять близкого человека. У них уже более позитивный настрой, но агрессивный все равно. А человечные люди, они себя меняют, а другого понимают близкого человека. Когда человек себя меняет, а близкого понимает, вот это и называется любовью. Себя меняем, другого понимаем. И вот это понимание является самой мощной влиятельной силой. Вот если я, допустим, вас не понял, я не смогу вам помочь. Я должен вас понять, означает переварить, означает принять в сердце, потому что трудно принять чужую судьбу всегда. Надо переварить. И тогда начинается изменение в сердце человека, другого уже. Это не просто сделать. Чтобы принять, надо понять, что ты не лучше, ты не лучше. И тогда принятие уже идет. И влияние тогда очень сильно начинается сразу. Итак, основная причина нежелания принимать советы, это страх перед насилием. Мы по факту очень сильно боимся друг друга. Мы, нет у нас любви, у нас есть страх. Он очень глубоко сидит, мы часто его не чувствуем. Страх. Мы боимся друг друга. Боимся, что нами завладеют. Боимся, что будут вот так понукать нами. Мы боимся, и поэтому мы не идем вот на эти сердечные отношения. Мы живем в страхе. Этот страх преодолевает с помощью любви. Любовь устанавливается со святостью, святым человеком, священным писанием, святой землей. Когда человек чувствует святость, у него появляется сила, сердечная сила, и страх пропадает. «Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею». Видите, уже петь начал потихоньку. Не надо в себе разбудить святость, это невозможно сделать. Надо служить святому человеку, а себе вообще не думать. Если ты не можешь, значит, надо плакать, плакать в своем сердце, хочу найти. Это же найти святого человека, это же подарок. Подарок приходит, когда слезы человек проливает. «Я хочу найти такого человека». Нужно чувство включить это. Потому что такое святой человек, это отражение вашей совести просто. Совесть вам покажет сразу, как только вы будете достойны, сразу покажет святого человека. Искать не надо. Все найдено уже, просто вы не видите, и все в этом проблеме. Значит, недостойный. Надо поплакать, попросить в Бога. Святой человек — это представитель Бога. Или больше сказать, это присутствие Бога в нашей жизни. Некоторые люди думают, что они Бога могут во сне увидеть. Это все бред полный. Бога можно только увидеть через святого человека. Или священное писание, или святое место. Это первый контакт с Божественным, с Богом происходит через святость. Первый контакт такой, самый легкий, незначительный, который уже меняет сильно жизнь человека. Итак, причины неуважения. То есть мы говорили с вами о том, что уважение является второй стадией любви. Третьей стадией — верность. Верность — это когда что такое? Что такое верность? Это уже вот это то, что в песне поется. «Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Помните, да, вот эту песню «Темная ночь, только пули свистят на степени по степени». Что там за песня такая? Человек сидит в окопе. Там ветер звенит в проводах, пули свистят. И он верит, что он не погибнет. Почему? Потому что его жена в это время сидит возле коляски с ребенком, не спит и слезу пророняет. Между ними вот такой контакт. Они верят друг в друга, понимаете? Это уровень верности в отношении. Когда люди защищают своим сердцем друг друга уже, защита идет. И они уже чувствуют очень много духовных качеств друг друга в отношении. Поэтому возникает вера. Вера — это что такое? Это реальное чувство духовных качеств близкого человека. Это не просто там какая-то типа «я тебе верю». Нет. Это реальное чувство, которое реально связывает людей. И люди в это время чувствуют очень сильно родственные связи вот эти. Родственные означает возвышенные. Возвышенные чувства друг близкому человеку. И причина неуважения между супругами означает оскверненное пространство, которое окружает человека в жизни. Пространство, жизнь в бреду телевизоров, в бреду интернет, в бреду книжек этих всех фантастических там или романтических, в бреду выпивки. Ну, допустим, человек поссорился с кем-то. Поссорился. Я поссорился, допустим, с кем-то. Какой самый простой способ? Давайте простые способы решить проблему. Перечисляй. Не, ну я пришел домой, да, вы правильно говорите, что это в данном случае как бы понятно, что он сам дурак. Но я говорю, вот что мне делать с собой в данном случае, то есть что я делаю? Ну, я что делаю? Я пью пиво, чтобы расслабиться, курю сигарету, смотрю телевизор, играю в компьютерные игры, вот, слушаю музон какой-нибудь. Ну, что-то делаю. Вот, может, на американские горки пойду прокачусь, чтобы как-то снять напряжение. Ну, то есть я что делаю? Продолжаю идти, то есть я не поворачиваюсь к проблеме. Я просто иду вперед на месте. Купание слона. То есть я искупался, потом в пыль, потому что мошки кусают. Ничего не поменялось в моем сердце. То есть я не решил проблему в своем сердце. Я просто пытаюсь от нее убежать. Это обычная схема решения вопросов в современном обществе. Люди просто пытаются снять напряжение с себя, и все. Они пытаются убежать от проблемы. 99% людей, приходя домой, включают телевизор. Причина, почему они включают телевизор, чтобы снять напряжение, другой причины нет. Смотреть там сейчас уже нечего. Кто-то смотрит, кто-то включает видео. И все фильмы, если взять, все фильмы, передачи, они как построены, на каком принципе? На принципе снять напряжение. То есть есть разные способы снятия напряжения. Допустим, если есть какой-то страх в жизни, тогда, когда человек расслабляется, когда он видит, что у кого-то больший страх, поэтому показывают вот этот вот Пит Бред там, ну, то есть всякий вот этот Бред. Ну, то есть показывают, ну, вот этот, мертвые восстали, мертвые не потеют, там, на Гассирин, там, мертвые против живых, и так далее. Ну, то есть страшно, да? Страшно. И мы смотрим, и как-то легче становится. Думаем, вроде бы, все хорошо. Чисто на подсознательном уровне работают. Теперь. Неудачная любовь. Надо посмотреть эротический фильм. Не хватает энергии любви. Посмотрел, получил вот этот контакт с энергией любви, успокоился. И так далее. То есть, если, допустим, постоянно сплетни, зависть, тогда надо смотреть дефектив. То есть это все. Ситуация там такая странная, тяжелая. Мы изучаем все. Потом раз кого-нибудь убили. Сначала убили, потом изучаем. Ну, то есть, все это предназначено только для одного, чтобы уйти от решения вопросов. И жизнь такая, она сравнивается в ведах с диким колодцем, поросшим травой. В древней культуре, в индийской, там одно нарушение от правильного поведения в отношениях с колодцами приводило к очень печальным последствиям. То есть, люди вырывали колодцы, а потом они за ними не следили, а так как там растительность очень бурная, то вот этот вот из травы, как это называется, настил. Он зарастал, ну, колодец зарастал этим настилом. И получалось, вот человек идет и вообще, ну, то есть, просто трава, растет трава. То есть, иду по траве, гуляю, и дальше что происходит? Так как вот он не выдерживает тело человека, этот настил, человек туда падает в этот колодец, а там несколько метров глубины, и когда он упал, захлопывается трава. Звука нет никакого, то есть, звукоизоляция наступает полная, и выкарабцаться невозможно. Поэтому, когда человек живет вот такой жизнью, которая нацелена только на снятие напряжения, это сравнивается с пребыванием в колодце, поросшим травой, полная безнадега. Полная безнадега. То есть, шансов нет исправить ситуацию, потому что, если говорить о деятельности ложного эго, о чем мы говорили вчера, то, когда возникает конфликт, он сам собой не разрешается. Потому что, два человека хотят наслаждаться друг другом, а это вызывает боль. И эта боль, она имеет природу нарастания. Поэтому, я всегда задаю вопрос с точки зрения, говорить, если семейной жизни, у меня вопрос, который я уже задавал там девушке, а там сидела, не знаю, сейчас там сидит или нет? Нет уже. Ага, здесь так, мы с вами продолжаем общение. Вопрос был такой, бывает ли такое, что в семейной жизни все всегда хорошо? Никогда не портится отношение, все всегда хорошо. и ответ такой, не бывает. Не бывает, потому что сама природа семейных отношений, близких отношений, мужчина и эгоизм, и женщина, это природа нарастающего эгоизма. Поэтому отношения сами по себе в семейной жизни всегда только портятся. Они сами по себе даже на одном уровне не остаются, они только портятся всегда, и у всех. такова природа отношений между мужчиной и женщиной. Она портится, отношения портятся. Так же, как зубы надо чистить каждый день, чтобы рот, рот тоже, кстати, такая природа, вот во рту постепенно накапливается запах плохой. Значит ли это, чтобы рот плохой? Нет. Просто его надо чистить. Мы привыкли чистить зубы, но мы не чистим отношения. Мы просто думаем, ну, наверное, мне не повезло, что ли, что-то непонятно, почему у меня так все хуже и хуже постепенно как-то с годами, с мужем или с женой. Может быть, мне не повезло? Люди чаще всего думают, что им не повезло, потому что в обществе существует такое правило, вот этот ответ на вопрос девушки. Она говорила, а я знаю такие семьи, у которых все хорошо. Это работает правило просто. Знаете, какое правило? Показывать, что у нас все хорошо. И некоторые показывают так тщательно, так хорошо, что действительно кажется, что все хорошо. Но такого, по сути, не бывает. Потому что отношения же между мужчиной и женщиной это отношения эгоизма, и поэтому существует определенная схема, которая уже доказана психологами. Есть такая психолог Калешина с русской фамилией в Америке живет. Она изучила вот этот график семейных отношений и оказалась буква В. Сначала года три отношения улучшаются, потому что люди наслаждаются друг другом, так называемый медовый месяц или год. Отношения сначала улучшаются, потом начинают постепенно ухудшаться. Где-то 12 лет они ухудшаются и где-то от 6 до 12 лет это как раз тот период, когда люди бросают друг другу. Потом 12 лет, где-то 12-14 лет идет самый низ и в это время люди или принимают концепцию служить друг другу или разрывают семью. Если люди не начинают просто служить друг другу и принимать друг друга как есть, то тогда буква В не поднимается вверх. остается только одна половинка. Понимаете? Потом только начинает подниматься вверх, когда люди, это может и не 6 лет, не 12 лет, а даже и за 3 года может все решиться, что сначала отношения вверх пошли, потом они как-то чуть-чуть снизились и потом пошли уже опять вверх. Это бывает только в тех семьях, где занимаются духовной практикой. Других вариантов нет, потому что если мы зубы не чистим, значит тогда изо рта будет вонять. Точно так же отношения семейные, если мы их не чистим, они будут вонять обязательно, без всяких вариантов. И большинство людей думают, что у меня не просто не получилось, но на самом деле это всегда и у всех есть. То, что у меня не получилось, это у всех то же самое. Мы говорили уже о статистике 80% разводов в России сейчас. 80% вы согласны быть его женой? Ну да. А вы и я все мы согласились. Обручальное кольцо. Там все играет. Гимны свадебные одеваем кольца и пошли. 80% вероятности, что эта семья развалится в нашей стране. Да? А вот это как раз и означает хорошее развитие семейной жизни. Правильное развитие отношений. Сначала плохо, потом хорошо. Обычно это бывает тех людей, которые принимают друг друга на платформе одинаковых взглядов. Вот смотрите, как такие отношения развиваются. Люди чувствуют, что у них одинаковые взгляды, и они хотят быть вместе, но их не сильно тянет друг другу. Они развивают отношения, им сначала тяжело, потому что они как-то в чем-то не совпадают, они общаются, и где-то отношения развиваются полгода, год, а потом только они женятся, и самый лучший вариант, что только после свадьбы они занимаются сексом уже. Это самый лучший вариант, революционный, то, что я сказал, революционно. Подышите поглубже немножко, расслабьтесь, подышите поглубже, но то, что я сейчас сказал, это вот как раз классика, когда люди действительно получают хороший результат. И причем классическое представление о семейной жизни сейчас основано на философии сексопатологов. Их философия такая, что если палочка с колбочкой совместимы, значит, тогда семейная жизнь будет хорошая, а если палочка с колбочкой несовместимы, значит, плохая. Понимаете, да, о чем я говорю? Сексопатологи так считают. Это их как бы философия. И на самом деле надо знать такую вещь, что когда мужчина и женщина все-таки достигают внутренней гармонии друг с другом, половых расстройств не бывает. Они начинают чувствовать друг друга, глупо-пого понимать, и у них нет проблем с тем, чтобы друг под друга подстроиться. Нет проблем, понимаете? Человек это не кошки и не собаки. Человеку подстроиться несложно, если он чувствует другого. А чувствовать другого можно только с помощью развития глубоких отношений. Все. Других вариантов нет. С другой стороны, когда палочки и колбочки сильно совпадают, сценарий один и тот же всегда. Людям не надо знакомиться друг с другом, изучать друг друга философию, понимание жизни. Им не надо этого. они просто шпарят секс целыми днями и все. Но в лучшем случае ездят на Майами параллельно, если деньги есть. Ну, просто наслаждаются жизнью. Два-три года, а потом что происходит? А потом они устают друг от друга неизбежно. Невозможно сексом жарко заниматься всю жизнь. Невозможно, надоедает. Все равно усталость наступает. И дальше что наступает? Надо жить вместе. Уже секс вызывает сильную привязанность до боли друг к другу. Люди привязываются до боли друг к другу. А разговаривать, общаться они могут друг к другу, потому что они развивали отношения на более высоких центрах. Если говорить астрологически, то обычно люди сходятся по мотивам на одном из центров. Если говорить о мотивах соединения семьи, то половые центры это очень грубые энергии. Это грубые энергии животных чувств. Самый низший мотив создания семьи это просто желание секса и все. И как люди находят друг другу с таким желанием секса? Как они создают семью? Находят они друг друга на дискотеках обычно. Там где люди под соответствующую музыку крутят соответствующими местами. и понеслась. Да? Это следующий уровень более высокий. Так самый низкий уровень отношений это секс. Люди познакомились для того чтобы эти отношения строить даже не надо в общем-то узнавать как зовут. Секс это еще не повод для знакомства. то есть люди не понимают что они после дискотеки пошли как они называют это даже не буду говорить вот очень грубым словом вот они это сделали ну да правильно вы поняли вот вот и они понимают что в этот момент через нижние центры когда люди соединяются у них возникает как веды говорят как веревкой соединяются сердца особенно если им понравилось если не понравилось то как бы до свидания а если понравилось вот тут вот как проблемы возникают потому что сердца соединяются как веревкой очень плотно соединяются сердца и тянет человек другому человеку но их притяжение как бы наступает это притяжение потому что очень сильное удовольствие оно подсаживается человек на него не только человек этого удовольствия это страшная сила вообще есть такой эксперимент классический когда у крысы находит центр удовольствия и кнопочку перед ней ставят с помощью которой она электрическими электродами этот центр возбуждает нажимая на кнопочку крыса нажимает на клопочку до смерти нажимает кнопочку до тех пор пока она не умирает от перевозбуждения головного мозга такой такой результат всегда бывает только один крысы не думать что мы чем-то от этого отличаемся то есть секс до последнего будет до последнего вздоха ну то есть люди просто мучают друг друга под конец просто мучают они пытаются получить то же удовольствие которое хотят получить но ничего не получается в конце концов вот этот вид создания отношений который сейчас и массируется во всей во всем кинематографе во всех книгах это самый патовый вариант создания семьи самый патовый это страстная любовь которая кстати в классической литературе описана как несчастная всегда если страстная любовь то всегда несчастная начиная с Пушкина заканчивая Шекспиром всегда все один и тот же сценарий так следующий вариант когда отношения начинаются на более высоких центрах паховый центр копчиковы это половые отношения паховый центр означает самосохранение или то что вы сказали брак по расчету то есть деньги не то что он совсем по расчету понимаете просто так действует природа если у человека цель жизни не секс а выше допустим он хочет состоятельным быть то естественно возникает любовь именно на основе вот человек даже чувствует красоту вот таким образом он видит красота если состоятельность значит красивая несостоятельность значит некрасивая девушка тоже так чувствует мужчину если он как бы с дота с достатком он ей нравится без достатка не нравится они сходятся вот на этом уровне и дальше отношения развиваются чуть получше то есть как они развиваются они пытаются оценить возможности друг друга устойчиво жить то есть они оценивают друг друга прицениваются общаются с целью понять насколько человек устойчив в жизни когда они чувствуют защиту в своих интересах друг друга они женятся секс уже стоит на втором месте здесь естественно он важен для них тоже очень важен то что нижние центры но уже на втором месте часто в таких семьях для женщины больше важен секс чем для мужчины потому что паховый центр это женский половой центр у женщины всегда самое половое чувство сильно связано с достатком если нет достатка и комфорта то женщине очень трудно расслабиться как бы и быть счастливой в этой ситуации в таких семьях то же самое они очень сильно устремлены на отношения когда они ставят материальные цели и достигают их но вот печальный результат наступает тогда когда материальная цель достигнута ну купили квартиру ну машина уже есть что дальше а дальше надо общаться друг с другом общаться они не могут потому что нижние центры не предусматривают отношения какие-то более глубокие они просто означают что мы вместе достигаем каких-то материальных целей и все даже и плюс пускай они достигнуты достигнуты или не достигнуты просто приходит время надо разговаривать начинать друг с другом серьезно это невозможно возможно конечно возможно и даже на уровне полового влечения вот этого когда семьи создаются все равно все можно Можно наладить отношения. Это называется внутренняя жизнь. Просто чем ниже мотивы при создании семьи, тем тяжелее гармонизировать отношения в будущем. Но это возможно. Все равно это возможно. Дальше следующий мотив это влияние, власть на уровне солнечного сплетения. Отношения создаются. Если обычно отношения на уровне пахового центра строятся на работе, так называемый служебный романс, на работе строится, то отношения на уровне власти и влияния строятся уже в элитном обществе каком-то. Это какие-то элитные рестораны, какие-то красивые места и так далее, где люди так себя ведут. Они одевают соответствующие одежды, в которых они понты кидают друг перед другом. То есть показывают свое влияние, влиятельность показывают. И соответственная речь у них такая же, соответствующие манеры поведения, цель найти себе тоже влиятельного человека. Два влиятельных человека должны встретиться. Более высокий уровень создания семьи. Потому что когда люди на этом уровне создают отношения, им надо быть уже, вести себя правильно, общаться правильно. Надо уже как-то в обществе выглядеть порядочно. Понимаете? Ну то есть уже какие-то правила, нормы поведения уже возникают. Какая-то культура отношений. И здесь уже, естественно, отношения становятся более стойкими, потому что они основываются на чувстве престижа. Людям стыдно разрушать семью, потому что это повлияет на репутацию. Отношения дольше строятся, дольше длятся. И какой-то хороший более-менее результат уже имеют. Следующий вид отношений – это отношения, основанные на нравственной культуре. Эти отношения создают естественные стойкие отношения в семье. Отношения, основанные на нравственной культуре – это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, и имеют хорошее воспитание. И они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание. То есть их обычно знакомят, таких людей. Или они знакомятся с рекомендациями как-то. То есть эти отношения уже помогают создавать. Для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде. Понимаете, что такое культура? Вот мы в культурной среде сейчас живем или нет? Знаете, что такое культура? Культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом. Это означает культура. Культура настоящая может быть только в религиозной среде. Когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы, у них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то. Понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга. Но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру. То есть люди, когда вместе просто работают, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения.